народ привет как ваши дела сегодня гуляю по краснодару правда погода не очень долет на сегодня у нас дочек собирается идти но довольно тепло если кстати погода изменилась вчера было прямо реально тепло солнышко светило погода была но очень хорошая а сегодня похолодало я не сказала что похолодало просто такая вот изморозь тучки набежали ветер был вчера сильно бежали тучки и стало пасмурно но ничего страшного все равно тепло кстати хочу сказать что вчера я записывала и давала интервью каналу известному краснодарскому каналу называется южанин это канал основном по недвижимости по переезду в россию известный канал 200 по моему 160 тысяч подписчиков у него а вот и ему интересно было почему люди выбирают краснодар если они переезжают из-за границы ну вообще что побудило скажем так человека из америки переехать в россию и почему именно краснодар должно выйти интервью на его канале воскресенье и как только она выйдет я постараюсь добыть копию себе выставить на моем канале но я думаю что вам понравится интересное интервью вот я выпадала из жизни краснодара потому что я уезжала в геленджик и у меня вышло несколько видео из геленджика и в том числе я сделала там целый репортаж по поводу проводов масленицы геленджики мне очень понравилось во первых там климат куда теплее чем краснодаре если здесь у нас деревья еще так только начинают как бы кое-какие цвести да там уже настоящее лето пчелы жужжат все цветет деревья в полном цвету очень тепло мягче климат гораздо чем краснодаре хочу сказать я считала что краснодаре уж климат у нас теплый мягкий но там куда теплее дорога на геленджик потрясающе очень гладкая хорошая дорога по движению дороги много разных кафешек там туалеты всякая там мороженка и мед продают прямо прямо тут живут с пасеки стоят домики эти пчелиные ульи на машине и прямо тут же продают и там чего только нет этого меда из каштанов и там с таких-то цветов полевых из таких и сяких но это детали смотрите мои видео из геленджика мой репортаж для тех кому интересно вот я хотела вам рассказать кое-какие жуткие истории из моих двух недель которые проработала до сегодняшнего дня этим переводчиком медицинским вот и некоторые истории были именно я переводила я вам расскажу сейчас они которые переводили у нас там есть украинские переводчики которые переводят лондон то есть я перевожу на америку у меня все клиенты это из америки то есть звонят госпиталя гинекологии были звонили с границы хомленд и секрет звонили адвокаты которые пытаются вытащить людей которые там сидят на границе задержанные интересные случаи зазвонили социальные службы которые этим перебравшимся через границу предлагал всякие разные вещи интересные расскажу про это в вашу моему возмущению нет предела нет предела моему возмущению расскажу и сегодня рассказала девочка катя она вообще из николаева живет в польше переводит на польский и русский обратите внимание что не на украинские языки вот и еще у нас есть там роман павлов тоже он на украине живет переводит на русский язык я спросила про украинский он говорит я на украинском вообще не понимаю все обозначения вот этих внутренних органов говорит мне нужно их изучать точно так же как если бы я изучал на английском там всякие ливы гладбад гладбладер вот такие все внутренние органы интестин это все латынь частично латынь частично на английском он говорит для меня это такое же непонятно это щитовидная железа то есть он говорит я знаю как это по-русски как это по-украински я не знаю вот вам ребята украин украина украинские крайские граждане до которые потребитив多少 лет они понятия не имеются так украинский язык для того чтобы мне переводить на украинский месячью она дает а выучить на украинском акаде она вообще не залазла где боится на польском и на русском но она для меня это тоже надо изучать этот язык как как новый язык обсудите ты что они их делаются людьми заставляют но ваше есть родной язык на котором говорили ваши родители ваши родные ну и говорите на нем да нет надо заставить людей изучить этот язык ну как это как иностранный язык надо учить это просто для людей такая сложность печень легкие дальше по-английски для меня точно также учить как по-английски вообще понятия ними как это изучать вот так вот представьте ну это ладно и сегодня вот это вот катя рассказала там ужасный случай она переводит для английского офиса этой компании вот то есть компания разделена частично клиенты 90 процентов наверное клиенты у нас американские и процентов 10 это значит клиенты из англии звонят вот и она сегодня рассказала историю там просто ужасная история который не пришлось переводить там значит я так понимаю что украинцы в англии сидят которые вот беженцы с ними там произошла такая ситуация вот я в конце расскажу а сейчас я расскажу то что я переводила для ну вот там не попались переводить да и ужасы ужасы как говорится нашего городка ужаса нашего городка ужаса нашего городка состоят в том что ребята кто в америке живет готовьтесь вас ближайшее время ничего хорошего не ждет потому что сейчас все социальные пособия вся помощь идет вот этим людям которые через границу перелазят то есть я переводила на днях значит там ну как это сказать представители звонил социальной службы так помню кстати здание пенсионного фонда а что ты построить я не знаю а вот это желтенько это пенсионного фонда служба вот я просто гуляю в этот раз не по красное решила обойти вокруг сама хочу посмотреть что тут есть в какой-то либо скетчин ресторан и бар это шла сторону чуть посмотреть что тут еще у нас краснодаре есть куда можно сходить погода конечно не шепчет короче говоря звонить социальная служба я переводила минут 50 значит там семейка но фамилия была типа того что нет и на а мужа потому что разговаривала жена с ними и я переводила а ну когда она попросила социальная служба попросила предоставить email и и она готов меня нету мужа есть то имя было файзулин файзулин там 123 там собачка и что-то там mail.ru да и как то так ну я не говорю точный имейл но то что имя или фамилия была вот файзулин да то есть там много людей они вообще как бы насижение не имеют ни к россии ни к украине на национальности но тем не менее все они беженцы и это неважно из казахстана из таджикистана из венесуэлы в любых странах где сейчас там даже вообще близко нет никаких военных действий вы перелазите через дырку в заборе в мексике раньше у вас был статус нелегалы и вам полагалось ничего или ничего не как вам больше нравилось то есть вы могли быть стране годами и вы не могли нигде не работать вас не прав не было у меня вот так одна знакомая в 90-е годы уехала нью-йорк она поехала вот по моему типа умудрилась кое-как там из европы приехал в европу на умудрилась сделать туристическую визу уехала сша и она там по моему уже проживали 5 вот только смогла первый раз приехать тогда в россию на что она не могла выехать а вы хоть почему не может никто потому что не было статуса то есть не социального номера они не могли получить не она помогла в конце концов как она получила документы она по-моему таки сделала там эффективный брак она кого-то нашла кому она заплатила а до этого она там работала в этих в бруклине в этих еврейской в еврейских русскоязычных районах она там то бар меньше работала в баре в каком-то то он очистила какие-то там туалеты общем какие-то такие низкоплачиваемые работы у нее были в бруклине именно за кэш за наличные то есть она не могла соответственно получать официальную зарплату это был стандартный путь вот этого нелегального мигранта в то время сша и так было при трампе и так было до трампа так было всегда то есть если вы приехали по какой-то визе страну либо там как-то перейти нелегально границу было невозможно вообще даже нечем было говорить что можно перейти нелегально границу и здрасте я тут пришел да это было вообще это было просто из ряда в ум он из ряда вон граница была на замке получить любую визу в сша это все знаете там только надо было выигрывать green карту либо там иметь каких-то родственников по приглашению ехать но это было очень сложно вот сейчас реально просто приедьте в мексику где ну со многими странами у них без виз да а вот как делать узбеки они приезжают россию говорят нам надо российское гражданство здесь быстренько получают российское гражданство именно под видом что мы родились а там у них каком какой-то если год на год не какой-то процесс для тех кто из ссср получить гражданство можно быстрее ну и русские то они знают понимаете они то русские знают экзамен основной застопоряется то что сейчас сделали экзамен на гражданство русский язык знать они то знают то есть раз-два они быстренько получают российское гражданство и жируют быстро мексику без визы потом они через границу переходят поэтому там весь бывший советский союз я перевожу 90 процентов люди с акцентом звучат то есть это могут быть армяне это могут быть азербайджанцы это могут быть казахи они все просят русского переводчика причем хотя у них у всех фамилии и имена вообще не российские но они говорят мы же из россии приехали у нас там диктатура война вот но даже не важно даже не важно если они просто приедут с венесуэла с никарагуа с любых стран где вообще нету никакого военных никаких действий все равно это старый краснодар центр конечно такое еще тупические дома есть стоят они только новые новостройки поэтому не пугайтесь и короче говоря все кто лезет им сейчас всем дают статус беженец в общем разница есть раньше это были нелегалы и им не полагалось ничего ничего не давали тут значит эти товарищи по приезжали начале февраля начале февраля это было начало марта две недели назад я переводила им звонится служба и уже им все то есть она 50 минут рассказывала что еще не могут получить забавок что они уже получили то есть им там дали уже на границе телефоны им дали дебетную карту на которой сразу лежит тысячи долларов и они сказали что деньги будут поступать каждую неделю на эту карту с этой карты можно деньги снимаете просто банкомате понимаете не просто там на питание вот и сюда фотофуд степы это талоны на питание дают на питание а эти товарищи дают просто дебетной карты и говорят там всякие наркоманы или криминальные элементы они могут вытащить эти деньги вовсе не на питание а вообще непонятно на что вот если они вытащат непонятно на что то они могут и оружие купить на черном рынке понимаете вот в чем проблема что тут такие новые у них и фитнес центр а моя подружка сюда ходит говорят крутой там это прям в центре бассейн там есть и сауна и всякие разные приспособления 3000 рублей месяц это стоит считается очень круто это ну где-то около 30 долларов в месяц ну как бы да это по американским меркам даже как бы такая стоимость для мембершипа да нет не дешево хотя нет не знаю сколько сейчас там в америке стоит номер шип я помню когда я ходила были всякие акции там можно было 20 долларов за 30 долларов ну американские стандарты скажем так не дешево но тут для для крупных это прям в центре города а вот так это все выглядит тут со мной там банки ну прям это самый-самый центр я думаю что есть места где дешевле можно это все есть спортзал и более дешево чем этот который самом центре кто тоже что-то строит мне интересно было пойти просто посмотреть что тут какао какой-то бар открыли аренда продаж интересно было не гляну что тут в аренду да и не хотим уж бизнес или завести ну может может надо пойти и бизнес завести не работу этот бизнес знаете здесь я так поняла что в россии бизнес очень популярен люди реально ходят в всякие разные заведения и все кто открывает маленькие бизнес и они принципе достаточно успешные вот то есть такое впечатление что сейчас знаете такой прям бум открытие всяких бизнеса с этих организаций так далее или народ успешно на этом зарабатывать я думаю может мне тоже без на замоке другой стороны мне как бы лень ну надо она мне да не надо уже как бы ничего не хочется другой стороны может надо потом подумаем уж не надо но тем не менее хотела пойти посмотреть что тут есть в аренду центре может взять себе в аренду какой-нибудь маленький магазинчик у меня каждый день какие-нибудь новые идеи тут рождаются поэтому не пугайтесь вот так вот нашим баранам это кстати флаг кубани краснодарского края дальше российский тоже висит и я значится начала переводить и это значит тетка социальной службы американка она начала рассказывать что можно им еще получить иногда когда попали в страну те говорят там до 4 февраля а было тогда может быть 8 9 10 марта как-то начало начало марта и она говорит ну вы уже карточку получили они получили с деньгами а они говорят о деньги только тратить в определенных магазинах она будет нет нет пройти где хотите в любых магазинах тратите деньги ничего страшного они ночь потом говорят а это рассказала а талоны на питание она говорит уже какие-то список магазина горда там список магазинов которых можно отоваривать эти талоны на питание но я слышала что там такая мафия есть они умудряются эти талоны на питание на самом деле окешивать то есть есть какая-то схема что талоны на питание можно окешить вот и вытащить эти деньги это уже соответственно купить все что угодно на эти деньги они просто талоны на питание не только еду а ну и народ говорит что как бы эти которые вот эти вот особенно черного цвета люди приходят с разных там сальвадоров гондурасов и так далее дайте они они год реально нужно наркотики короче тратят или на бабло хакеша затратят нужно то что не на питание явно вот и она говорит а вы живете вы живете квартире сколько снимаю сколько вы снимаете квартиру сняли они как сняли за сколько это говорит за на 1200 по-моему она говорит ваш муж уже там типа что-то зарабатывает она да там где-то подрабатывает и сколько получают на полторы тысячи она это как же вы выживаете собираетесь жить на эти деньги а то говорит ну не знаю нам там обещали знакомую машину какую-то дать это говорит о вы знаете вам надо подать на программу для малоимущих у нас есть программа вы можете получить и бесплатное жилье там правда очередь стоит вы представляете у нас на этих программах раньше только черные ну насколько я знаю мексиканцы это мама ситы так называемые то мексиканки у которых много детей и вот эти черные тетки у которых дети от разных мужей и поскольку они они никогда нигде не работали кучу детей от разных мужей и соответственно прекрасным путем получают все эти пособия бесплатное жилье но это граждане сша и тут эта тетка начала предлагать им то есть они в америку попали но буквально 24 февраля она им уже все предлагает эти все программы которые были только для граждан сша раньше и даже не было сложно получить там большая очередь но тем не менее если там позвонить туда значит записаться я вам даже помогу я вам там дам и номер телефона и линк нужно онлайн и вы станете в очереди возможно вы получите это бесплатное жилье потом вашим детям школу там их могут будет или трое они притащили собаки детей она говорит она она значит детей надо бесплатно в школу она ведь вам по почте придет еще медицинская страховка это не слухи и не гонка я это слышала раньше что медице это все калифорнии прослать я раньше слышала что им дают медицинскую страховку я не верила в это понимаете они не может быть чтобы не гражданам давали медицинскую страховку оказалось я была неправа на самом деле самую натуральную медицинскую страховку уже я видела там случае что он рожала одна дама то есть это мне следующий был перевод она родила и меня заставляли переводить как кормить детей показывать как новорожденного грудью ночь кормить она была там с мужем который оба они не смогли духом по английски не могли сказать они приехали там пару месяцев назад она уже родила соответственно уже оплатили роды полностью им и оплачивали она сказала что дадут им формулу если нужно питание на ребенка если нужно значит дадут им то-то-то-то медицинскую страховку у них уже была соответственно покрывали уже расходы народы на ее люди только в страну перебрались через границу и уже им дали кучу плюшек потом она сказала что там можно ходить с этим ребенком несколько дней подряд покажут как его кормить как правильно приходить к врачу там какому-то детскому и будут показывать как правильно прикладывать груди как его правильно прикармливать как подкармливать тоже это все оплачивается соответственно налогоплательщиками то есть понимаете все что хотите им и роды и госпитали а кстати ребенок больше каких ребенка была проблема они сказали что во время родов плечо было вывернуто и он лежал вот в этом вот отделение где знаете особого ухода то есть когда ребенок лежит в таком отделении особого ухода то эта стоимость возрастает на много родов на много и вот соответственно есть вот оплатили вот это вот содержание ребенка вот в этом вот деление для там проблемных каких-то родов я помню что когда я рожала я нам тоже сразу говорили что если будет так это какие-то проблемные роды то это соответственно когда покрывала страховка мужа а тут понимаете уже страховки дают за насчет а тоже смотрю значит новости американские и значит американских новостях рассказывают о том что огромное количество госпиталей сейчас закрывается в америке почему они закрываются потому что им велели всем вот этим вот мигрантам не совсем легальным я не могу слова сказать нелегали потому что youtube не любит это слово надо говорить не совсем легальным и нельзя говорить им да надо говорить мигранты не совсем легальные но они как бы легальные но не совсем легальные мигранты а вот значит они приходят в эти госпиталя тоннами да то есть 20 миллионов загнали в америку людей и они все кинулись лечиться от зубных пломб до протезирования всем своим детям протезируют зуб все что хотите значит и этот все это выставляют госпиталя счета ну штату до калифорнии например там правительство что-то нет денег то есть госпиталь отказать не может потому что они приходят с этими страховкой а медикейт то есть для малообеспеченных людей до которые раньше опять таки только могли граждане получить вот эти вот если ты не совсем легально стране ты не получал ничего никаких страховок никаких вам там медсестр бесплатных никаких вам там пособие из телев телефонов карточек дебетных этого ничего не было и близко а теперь это все дается сразу отели им дают жить и в отелях дыма какие там снимают это просто просто песец за какой еще банкет в америке 34 триллиона уже долго уже денег в америке нет обслуживать это долг проценты платить по долгу денег уже не хватает по новым по новым сведениям за три месяца каждые три месяца дополнительно триллион долларов не собой триллион долларов а за каждые три месяца теперь дополнительно триллион долларов то есть уже за все налоги то есть можно можно сколько угодно налогов платить и на же не хватит налогов просто процент выплачивать по этим триллионам которые уже долго набрали представляете а что будет дальше вот это платить это дети внуки кто потом народ уже у вас получается, зачем вообще налоги собирают с нас американцы, зачем. Когда вы просто тупо из воздуха эти деньги печатаете и раздаете их не совсем легальным, мигрантам и не мигрантам. Американцы говорят, а какой смысл налоги, зачем вы с нас собираете налоги? Если вы просто так вот с воздуха эти деньги печатаете, не основываясь ни на чём, а зачем тогда налоги нам вообще платить, для какой цели. Понимаете? гражданин тоже америке я говорю мне не жалко простых людей американцев не жалко я не против америке как таковой я не против жителей там есть прекрасные христиане трудолюбивые патриотичные разумные люди мне вот жалко их они работают они пашут и эти деньги идут на содержание непонятно вообще кого я знаю что в россии тоже такая проблема есть да то есть приезжает какой-нибудь товарищ из туркнекистана какого-нибудь и он быстренько устраивается на работу каким-то путем получает гражданство а вот и привод привозят всю свою там многодетную семью маму папу и все вместе с табор через минуту уже в россии вот но я слышала что сейчас начали как бы это дело прикручивать опять нет ничего не происходит то есть огонь и сородика в техасе прикрыли проволокой да там прикрутили они в мире они значит в калифорнию три раза больше уже на лодках туда присо приходят посмотрите мое видео покажу как калифорнию богатый район миллионеров на лодках надувных мигрантов выпускают а сейчас новая была вот это скандал на той неделе что выяснилось что администрация байдена на самолетах их привозят эти 320 тысяч человек завезли самолетами то есть администрация байдена так оправдалась они сказали ну на границе уже затор очень много на границе сидят значит ну там в этих что у них там палатки тенты куда них там развести размещают эти миллионы лезвища через все дырки в стене тараканов да наши погранцы не успевают их обрабатывать не успевают всем давать телефоны сотовые с карточками дебетными и статусы сразу чуть ли не граждан сша прямо в момент перехода через дырку перелаза давайте на границе не было скопления такого давайте мы их на самолете будем перевозить самолетами завозить не совсем легальных мигрантов самолетами будем завозить а чего говорят этот они там окучковаться на границе их не успевают обрабатывать они создали приложение специально и в африке и в этом гандурасе везде выдали это приложение причем про приложение создало правительство байдена и этот вы прям вам не надо подавать на беженца в америке вы подавайте прям своей стране у той заходите прям своей африке строго там вы приложение там все подавайте и вам тогда не надо через процесс это через границу проходить у нас тут же садимся за счет американских налогоплательщиков и самолетами прямиком там из колумбии завозят из мексики прямиком там база стоит этот угон и они на эту базу приходят с этим приложением это нужно заполнили приложение приложение создана специально администрация байдена люди в своих странах не отходя от кассы в гандурасе через приложение это все делает им пишут где будет самолет куда ему тиск на самолет их никто не проверяет и там преступник не преступник ты наркобарон ты там насильник никого не вам говорят что вы не строили сейчас нереально низкий уровень преступлений нереально низкий почему потому что всех преступников в истории отправили в сша ловят преступников и посадили их в обезьянника из обезьянника их в америку на границу и идите в сша а вы не жили хорошо говорят такого уровня низкого преступления как сейчас никогда не было а вот вам товарищи и политика сша потом мне говорят почему ты критикуешь извините страну разваливают просто буквально начать начать я переживание надо успеть еще семью оттуда перетащить не только семью мне вообще жалко людей которые там живут этих дурочков наши которые ты снова по сбегали надеялись там на какую-то сладкую жизнь и на что-то там хорошее но в итоге это все закончится печально для них и для всех то есть беженцы которые туда а приближали якобы мы спасаемся от жуткого каравалова кому-то не знаю кого-то все все жуткие кровавые стали сейчас туда лезут со всех сторон из турции там из казахстана все все жуткие и досу сколько там и душа боже мой показали в чикаго эти бедные индусы представляете перелезли они-то через мексику пришли они там таких легких ветровках очень синтетических и привезли автобусом из вот этих вот калифорнии техаса уже некуда там размещать их иначе на автобусы и в чикаго да в чикаго мороз минус 15 и они там на улице в палатках и в этих бедных курточках ну и журналист у них берет интервью они говорят у нас плохая жизнь и значит в индии вот мы хотим к вам сюда а зачем за чей счет вы хотите за чей счет получаете визы как положено показывайте что вы там какой-то ценный специалист у вас здесь будут работать нет они приехали они возмущаются что им не предоставили отели они не могут предоставить а что ты уже переполнены приехавших до них вот это или уже полные соответственно эти вот эти индусы которые приехали они там значит вдоль улиц на земле значит лежат на какие-то коробках укутанные какими-то там одеялами и это журналистка у них берет интервью они говорят вот мы приехали на тут у холодно и она пытается вызвать жалость она говорит вы посмотрите на этих бедных людей они такие замерзшие в комментариях ни одного сочувствующего комментария от американцев я не увидела они сказали а как наши ветераны этих всех афганских иракских войн лежат на улицах в палатках это нормально значит вам не жалко почему нам должно быть жалко этих индустрии мы что звали сюда и что сюда приглашали вы горит нашим помогите сначала ветеранам и людям которые с каким-то увечьями коллегам да не не могут работать они значит без дома без дома палатках на улицах живут и это нормально да вы не переживаете за них а за вот этих индусов которых никто не звал вы переживаете очень много китайцев завезли китайцы просто какое-то бешеное количество американцы переживают говорят откуда мы знаем что они не какие-нибудь шпионы почему такое количество китайцев запущено тоже кровавый режим какой-то и всем дают статус беженцам вот в чем проблема то что раньше те кто прошел без визы без документа через границу это был статус не очень-то легальный иммигрант да ну вообще даже не мигрант а был и легал элиэнс это не очень легальное существо не даже не было статуса человека как таково на территории сша им по было никаких тут но все кто лезет нелегально через границу все получают статус именно что он просит как политический беженец все за счет за чей счет америки никому сколько ты не печатай денег не хватит никогда чтобы содержать миллионы вот этих вот непонятно кого и некоторые города типа как нью-йорк они начали хуже этих шелтеров из готелей выкидывать на улицу но там два месяца пожили они готовы на месте пожили вы швыриваетесь отсюда и начали выселять там уже начали эти не очень легальные иммигранты начали устраивать скандалы что как это так вы нас выселяете куда вы нас выселяете там же холодно до сих пор а вот то есть на северных штатах там холодно до сих пор еще и если не снег то довольно таки нулевая температура это все равно на улице вы знаете не проживешь есть детьми какие-то мексиканки с кучей детей они говорят они значит так вот из этого отеля вы их вышивнули да они идут и тут же через на другую улицу в другой отель устраивается работать и не хотят это очень когда социальная работница звонила к семейке до футзелиновых вот этих она спрашивала а вы работа уже ищите она говорит ну ищем но нет работы она готова на курсе английского ходите вы обязаны ходить на курс английского чтобы получать эту программу она год нас нет времени ходить на эти курсы потом она говорит знаете что программу записаться на бесплатный интернет потому что вы малоимущие понятно вот американский гражданин получил бесплатный интернет один гигабайт удалось и стоит 80 долларов там сто триста сорок долларов в россии 8 долларов стоит 1 гигабайт и вот они говорят значит вам надо записаться на программу я вам помогу я вам сейчас пришлю все линки куда вы должны подать свои документы если вы не знаете как заполнить эти документы мы вам дадим переводчика чтобы вы получили бесплатный интернет еще как неимущие беженцы вы имеете право на бесплатное электричество на бесплатный газ я вам дам ленте слушая то есть у меня голоса дыба у меня голоса дыба я никогда не знала никого чтобы гражданам сша вот это вот все предложили даже те люди которые потеряли работу и они сидели на одной зарплате какое-то время они не могли получить тут все что хотите все что хотите она говорит у нас есть программа значит это бесплатный интернет потому что ваша дети есть дети же должны делать домашние задания и куча компаний которые предоставляют интернет они дают эти все бесплатные значит интернет и с вас есть ребенок даже если вы вообще никто и зовут вас никак эту страну неделю назад через стену перескочили да не заплатили ни копейки налогов на жилье эти право на все бесплатно потом она говорит компания значит который газ предоставляют интернет и свет тоже и вот я вам пришлю линк по и-мейлу так вот я узнала имела и фамилию соответственно что фазелином и там эти файзулины как-то так значит вы заплатите подойдите заявку через интернет в электрическую компанию и компанию газовую вам должны бесплатно дать газ и свет чтобы вы не будете платить за это все дело ничего понятно потом значит что еще там она предложила если вам нужно дадите какие-то там нянечек каких-нибудь тоже мы вам дадим нянечку если там кто-то что-то заболел мы вам бесплатно медсестру пришел детям бесплатных переводчиков школе детям какое-то бесплатное питание предложили в общем я пока там до 50 минут ребята 50 минут я переводила что им еще полагается бесплатно выстрелите и потому-то в конце она сказала что вы что-то много платите за квартиру если муж ваш только максимально может полторы тысячи долларов за месяц принести или планирует столько зарабатывать да то это мало вы значит еще запишитесь на бесплатное жилье а правда очередь которые американские граждане ждут годами это бесплатное жилье запишитесь потому что вам могут дать вот либо мы попытаемся с ваших апартаментов значит добиться чтобы они вам тоже там снизили оплату или там не платили во сколько-то месяца я вообще в шоке эта страна долго не проживет эта страна долго не проживет если будут продолжать вот этим всем людям которые через стенку лезут всем подряд давать такие бенефиты и это и это и это и это и еще сверху вот это получите вы извините за чей счет банкет это не это просто эта страна вылетит вообще в трубу это я только одной семье переводила да ну там у меня были еще семьи которые тоже вы только переехали и они пришли сами в этот социальный значит центр социальной помощи и им только-только заполняли эти формы на вот это все на вот эти все дебетные карты на которые будут пополняться они дают им дебетную карту на 1000 долларов они будут пополняться каждую неделю и и вам по почте придет сразу же разрешение на работу социальный номер и вам по почте придет медицинская страховка это им сразу дают просто при я через границу вот это все дают вы не объясните это вообще нормально ли это к бюджет какой страны это может выдержать а такой один бюджет никакой страны не выдержит никогда страна просто разориться буквально именно выплачивая такие суммы денег это я не считаю про помощь украине которые они там миллионы какие-то выделили огромные деньги на бюджет военные украинские какие-то там помощь и так далее ребята доллару будет просто писец это доллар будет стоить ничего это невозможно имея миллионы людей которые не заплатили ни копейки налога им уже предлагать такие бешеные пособия вот и так далее но опять-таки вы не думайте что сейчас броситесь через эту дырку и вам вот это все сразу дадут и будете жить хорошо вот вверх это по моему только в калифорнии такие все плюшки выдают во вторых ненадолго то есть это эти которые не смогли никуда пристроиться им два месяца их поселили в нью-йорке в отеле их уже вышел на улицу в чикаго тоже на улице они живут вот они конечно ходят из этого отеля в другой наши конечно русскоязычные те пытаются какую-то работу найти куда-то пристроиться вот но если вы не пристроитесь то у вас там долго не будут в отеле сидит потому что другие заходят через границу другой поток и же тоже куда пристроить они ваш вышвырнут а посадят иначе тех новых которые зашли это очень печально это просто то не новости они разговоры это то что я сама лично наблюдаю переводя потом значит еще у меня был перевод вот игру тут рожала то есть рожают свежеродившие или уже или только-только родились с роддома значит звонят либо уже были на приеме у терапевта вот потом была семья с двумя детками мальчик два мальчика были у детского врача там врач попался китаец и он начал говорить что пожалуйста сохраните язык ребенка я смотрю что он уже по-английски начал вас разговаривать они полгода назад приехали и уже мальчик начал по-английски разговаривать готовы смотрю что меня уже понимает отвечает на английском он готов вас где он детском саду детский сад уже так поняла все оплачивают им вот и мальчик уже на английском отвечал этому доктору и он говорит я вас очень прошу продолжайте с ним разговаривать на русском чтобы он не забыл русский язык это дети россияне два мальчика то есть это были бы наши наши бы земляки были бы до жители россии они теперь поднимал демографию какой-то стране которая разваливается это предоставить и детей потом когда страна рухнет если там политическая система они притащат их обратно будут бедные дети опять адаптироваться это значит ну к российским реалиям к россии обратно да вроде чего вот ради чего туда поперлись через эти дырки в этих дырких детей приволокли собой вот дети начинают забывать язык уже но являдки а я такой пучаля была мне так было жалко этих детей чтобы вырвали их от бабушек и дедушек да вырвали от своей русскоязычной семьи вот и притащили в америку заставляют этот учить этот язык этот английский жить с этими вот там там садики наверное 20 процентов только белых а то всего латиносы черные мексиканцы которые будут смотреть эти детей рассказывать им мозги промывать им с детства что они плохие что они там колонизаторы что белая раса вообще плохая целуйте ноги нам черным за любое косой взгляд или не дай бог там ты что-то там черному скажешь тебя быстренько присадят на нары вот любой драки будет всегда черный прав потому что они у нас обездоленный народ а белые все плохие в общем зачем я не знаю может там конечно был риск асву так по моему двумя детьми не брали на свою может я ошибаюсь но тем не менее вот такие разговоры друзей приводят в больницу детскому доктору педиатру и я вот переводила мне понравилось прямо я хотела аплодировать этому врачу китайцу который сказал обязательно сохраняйте язык ребенку потому что школа в школе быстро переходят дети на английский и не могут маленькие шоу дети были там четыре года было младшему старшему муж лет шесть они как могут очень быстро забыть ваш родной язык поэтому пожалуйста разговаривайте вот и под конец значит история которая хотела рассказать вначале упомянула это было был звонок из границы то есть звонил адвокат именно товарищ видимо украинец потому что сказал что у меня виза а визы нам российским то не дают людям дают только украинцам это дают ее это украинская виза беженцам и он звонил адвокат это уже эти украинцы очень мало звонят украинским переводчикам они все почему-то патриоты украины во первых быстренько слиняли с украины и они теперь сидят в америке да и в европе а вот а во вторых они значит просто-напросто требуют российский русскоязычного переводчика и разговаривают так вот звонила адвокатша и этот по визе значит он сказал что у меня виза и говорит что я уже сижу месяц он сидит в обезьяннике то есть он с визой приехал показал визу его посадили детеншин центр на границе он сидит детеншин центре и он очень сильно возмущался это адвокатша что говорит со мной были парни которые перелезли через дырку так и сказал холл и на воду до через дырку в стене они перелезли их уже выпустили они живет просто через дырку пролезли заборе их уже выпустили почему же меня который связи приехал почему меня не выпускают а эти которые без визы без ничего это уже тогда жабагадюки начинаются то есть и которые приехали с его такие вот визы визы беженцы вам дали да они возмущаются почему к ним уже относится чем тем которые просто перелезли через границу без ничего без визы без ничего а потому что те которые через границы перелезли их туда привез картель мексиканский которым эти люди заплатили от 5 до 8000 долларов и чтобы если нет его долларов заплатить то вам дают пакетики с наркотиками и говорят ну вот перейдете на той стороне вас встретит наш человек вы дадите наркотики и этим вы можете там себе компенсировать часть вот это вот сумма и за перевоз вас через дырочку стенки отрабатывается таким путем но может для женщин предлагают отработать другим способом а попробуйте не отработать живем вы не уйдете вот ну либо оплатите реальную полную стоимость что там китайцы которые приходят они с нас бабло новеньких ростовках с новыми гаджетами там такие все моднячие на границе сразу видно с новыми чемоданчиками с рюкзачками вот они бабки платят сюда 8000 долларов и их перевозят картель а ты товарищ приехал с визой тебя картель и картелю не платил поэтому тебе полагается сидеть в обезьяннике вот и он долго возмущался вот это адвокат что говорит ну я не могу понять в чем причина значит я как порядочный с визой сижу месяц уже эти через стенку перелезли и их выпустили но адвокат начала говорить ну у каждого разная ситуация у каждого разная он говорит ну разная не разная же говорит не тупой я же говорю тут сижу и вижу что соответственно уже это самое те кто выпустили меня то не выпустили этот вопрос не не нравится почему это почему так они они вот так это все нечестно и это неправильно ну на что это адвокат я предложила ему я так поняла что бесплатно было ему сначала дана она ему потому что предложила нанять ее на полная но фултайм да то есть на на полную ставку на комете меня и я буду тогда более активно заниматься вашим делом он сказал мне нет денег я вас занимать не буду она говорит ну тогда мы емейл пошли пограничной этой службе а из называется айси и вот и мы пошли у меня доказ там все вот это сервис видимо мы пошли вам границы то есть я пошлю запросы и посмотрим что они скажут а если вам что-то скажут раньше то свяжитесь со мной по этому номеру телефона и скажите мне тогда что допустим вы получили информацию быстрее чем чем мы получим эту информацию вот то есть уже те которые пришли возвращаются к ним хуже относятся и меньше плюшек им дают чем те которые без всяких документов пролезли через стену вот а самый ужасный случай это сегодня мне сказал это перевучиться у нас там группа те кто вот учился на сертификат да и мы сдали экзамен на сертификат переводчика медицинского мы не расформировались мы создали свою группу ватсапе и мы там переписываемся и в общем каждый день расскажу какие-то случаи это мальчик египтянин рассказывал в пятницу это был очень тяжелый разговор два часа ребенок у них там умер ребенок и мне два часа пришлось приводить я говорит настолько морально истощен что говорит у меня вообще не сил никаких нету больше ничего переводить на сегодня потому что был такой тяжелый разговор там родители убивались обвиняли всех пытались разобраться почему умер ребенок такая тяжелая ситуация меня пока такого слава бога не было мне в основном вот эти вот мигранты не совсем легальные попадаются которые через гонитая история была прошлом видео посмотрите мое предыдущее видео там я рассказываю про то как в школу пришла пришла по моему армянка и ругала очень сильно тоже свежеприбывшие мигранты и в общем ругалась с начальника с директором школы что девочку и там как-то не так что там девочки не так сказали или там девочка не так поняла в чем там со скандала мамаша пришла в школу это был анекдот послушайте там мои предыдущие видео очень смешное и была еще семейка пришла у мужа воспаление члена ему там попросили обрезать член он был женой это уже я понимаю что ситуация серьезная но я еле смех сдерживала было очень интересно перепалка этой жены с мужем значит уже придут прошлое видео посмотрите я записывала про моя новая работа называется видео я ссылку оставлю в описании моя новая первая работа в россии вот как-то так было я рассказывала вот последнее это было сегодня девочка которая на лондоновский офис на английский офис работает она сказала что она переводила полиции вызвали полицию а значит мигранты украинские была муж жена двое детей и муж проснулся утром жена мертвая вот и соответственно дети пытаются ее разбудить но думать что она просто не просыпается вот дети пытаются будить маму маленькие дети она умерла вот видимо во сне а вызвали полицию это девочка катя из николаева которая больше живет она переводила полиции вот этим мужчиной у которого это жена умерла ночью а вот я сказала просто игорю был для разговор по поводу каких-нибудь тромбов потому что в америке очень часто называется 6 это садан деф это неожиданная смерть они не могут найти причины что за причина почему это вот это вот неожиданная смерть в америке очень много таких случаев что те кто кололся вакцинами например на кончиками типа фазера кололся они потом какие-то у них там потом возникали проблемы тромбик танк тромбик сян потом почему-то люди неожиданно не просыпались так не буду говорить такими правильными но реальными словами потому что у нас же демократический youtube который банят за любое слово неправильно я уже боюсь что я вот наговорила достаточно на то чтобы мой мои видео не продвигались информацию нельзя давать у нас демократический youtube не любит такие слов хорошо добра и называется тебя как бы баня так что в теневой банк уходишь и твои видео вообще никто не видит у меня реально просмотра очень мало потому что мои видео на самом деле в теневом в тенемом бане я говорю слишком много против сша и вон бабичи уже повещал меня вообще сдать и ру сказал что меня в аэропорту уже встретишь настолько я неправильно говорю про америку что меня уже будут агентство вот эти нужные он сказал ждать у меня он сказал что меня уже этот подали мой канал и мое имя и он говорит и когда ты прилетишь сша тебя уже встретят понятно так агент я кгб выяснилось как выяснилось и меня уже ждут вот чтобы отправить меня места не столь одоленные в америке вот так вот ребята вот поэтому не знаю что случилось почему умерла эта женщина но я хочу сказать что это как бы профессия медицинского переводчика она требует определенных видимо моральных сил наверное люди когда мы ну никто не ожидал нам тоже иногда тренинги не говорили что может дойти до того чтобы такие печальные как бы события вот придется рассказывать такие страшные вещи так у меня батарейка по моему садится уже я думаю основной я вам все рассказала что хотела подписывайтесь на канал на батарейка садится вот подписывайтесь на канал мои дорогие будет больше много больше интересных материалов с краснодара вот будем делать стримы разбирать последние новости ближайшие дни мне нравится какие-то брусника российский бренд классные товары и до связи всех целую подписывайтесь ставьте лайки и шерте мои видео с другими чтобы люди знали правду глаза м м м м м м Продолжение следует...